В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Житель Самары, подозреваемый в убийстве 63-летней жительницы поселка Управленческий, взят под стражу. Такое решение по ходатайству следователей принял суд. Напомним, Людмила Сафонова была убита 12 июля, пытаясь защитить бродячих собак от док-хантера. На ее теле эксперты насчитали больше 20 ножевых ранений. Благодаря успешно проведенной во Владимирске области спецоперации самарским наркополицейским удалось задержать организатора преступной группировки, которая на протяжении года занималась распространением опасных синтетических наркотиков на территории Самары и Тольятти. По данным правоохранителей, зелье молодые люди заказывали в других регионах России. Затем в арендованном гараже в Автограде расфасовывали наркотик и продавали бесконтактным способом путем закладок, а деньги получали с помощью электронных переводов. Наблюдения за торговцами смертью наркополицейские вели в течение недели. Всего у задержанных было обнаружено и изъято 2,5 килограмма синтетического наркотика. В состав преступной группы входило 8 человек в возрасте от 25 до 30 лет. Сейчас все они находятся под стражей и ожидают суда. Порядка сотни административных протоколов с начала этого года было составлено полицейскими за продажу алкоголя несовершеннолетним. Возбуждено более десятка уголовных дел. Возможно, скоро за подобные преступления предприниматели также будут лишать лицензии. Очередной рейд по выявлению недобросовестных продавцов полицейские и активисты общественного движения «Народный контроль» провели в Октябрьском районе Самары. Один из баров на улице Новосадовая. Для занятия предпринимательской деятельностью в заведении есть все необходимые документы. Вот только торговля горячительным здесь не всегда ведется по установленным законам правилам. Пенный напиток оказался в руках 17-летнего подростка. Хотя для продавцов на барной стойке наклеено незамысловатое напоминание русским по белому «спроси возраст». Позже девушка-продавец поняла, отпираться бесполезно. Молодой человек признался, алкоголь купил именно здесь. Это подтвердили и другие посетители заведения. В доказательство и кассовый чек. Дальше разбираться в ситуации пришлось владельцу бара, которому в свою очередь нужно было напомнить подчиненным о правилах торговли. Человек, работа первый день, гражданин, я так понимаю, выглядел на возраст никак не младше 18 лет. Поэтому просто человек зашел в заблуждение. За продажу алкоголя несовершеннолетним продавцу может грозить штраф до 50 тысяч рублей, а предпринимателю в два раза больше. Виновное лицо будет привлечено к административной ответственности по части 2.1 ст. 14.16. Продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. В дальнейшем протокол будет составлен на индивидуальных предпринимателя. Санкция данной статьи предусматривает штраф от 100 до 200 тысяч рублей. Кроме того, сейчас городские власти совместно с полицией обсуждают вопрос о лишении лицензии предпринимателей за подобные нарушения. Что касается самих несовершеннолетних, решив попить горячительного, с ними разговор будет вестись в присутствии родителей, которые сами решат, как наказать свое чадо. Более 25 тонн нефти попытались украсть трое жителей Самарской области. В момент хищения продукта из магистрального нефтепровода Бугуруслан-Сызрань их задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка совместно с коллегами из Безенчукского района. Недалеко от места происшествия полицейские обнаружили автоцистерну, заполненную нефтью. Проведенный экспресс-анализ подтвердил, показатели изъятого сырья совпадают с теми, которые перегоняли по магистральному нефтепроводу. Подозреваемыми изготовлен отвод от нефтепровода порядка 10 метров, который уходил в поле. По данному факту сотрудниками Самарской полиции возбуждено уголовное дело. Все подозреваемые и задержаны. В настоящее время им избирается мера пресечения. 114 тонн свинины, запрещенные к возу в Россию, начали утилизировать. Напомним, весной этого года инспекторы Россельхознадзора задержали на границе с Казахстаном 6 автомобильных фур с мясом. Даты, указанные в документах и на маркировках груза, не совпадали. К тому же, не совсем понятен был маршрут транспортировки свинины. Судя по этикетке, мясо было произведено в Бразилии, а везлось через Казахстан. Груз был задержан и отправлен на временное хранение на склад одного из самарских предприятий. Не исключено, что товар контрабандный. По закону, все шесть задержанных партий мяса необходимо ликвидировать. Свинину переработают на дубово-уметском ветсанутильзаводе на мясо-костную муку, которую добавляют в корм сельскохозяйственным животным. Такая переработка мяса безопасна, так как производится при очень больших температурах. При выяснении обстоятельств Бразилия не подтверждает, что данная продукция выработана на их территории. У нас есть большие сомнения в ее качестве. Поэтому после проведения всех согласований, в том числе с теми организациями, которые принимали на себя данную продукцию сомнительного производства, будем так говорить, или неизвестного происхождения, совместно принято решение о утилизации. По дороге с автоматом в руках. Видео, сделанное очевидцами. Посреди бела дня по проезжей части улицы Нововокзальной в Самаре разгуливал молодой человек с предметом, похожим на огнестрельное оружие. Очевидцы, забеспокоившись за свою безопасность, вызвали полицию. Позже молодого человека задержали. Выяснилось, что 29-летний житель Самары был сильно пьян. В руках он унес муляж немецкого автомата, который позаимствовал у друга. На этом у нас все. Вы смотрели сыскное дело. Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания.